Глава пятая «Хотел бы я знать, что тут смешного», — несколько секунд спустя заорал Ханзи Мунц, оправившись от испуга. «Гроссмейстер смерть», — отвечал Бреннер. Но Ханзи Мунц, конечно, ничего про этого знать не желал. «Умер Гросс», — упрямо повторил он. «Бимбо!» «Хотел бы я знать, что тут смешного». «Да я и не смеюсь», — заверил Бреннер, — «потому как, во-первых, теперь ему это и в самом деле уже не казалось смешным, а во-вторых, ему не хотелось рассказывать Мунцу всю историю, а уж в такой ситуации подавно». «Но тебе-то я могу вкратце рассказать про это. Если ты в наше время работаешь в похоронном бюро, то у тебя высококвалифицированная работа, это не то, что раньше, когда считали взгляд попечальнее, пара сотен гвоздей для гроба, и ты уже готовый гробовщик». «Теперь же широкий спектр требований. У тебя должна быть психология, у тебя должна быть садоводческая жилка, у тебя должна быть вся бюрократическая процедура, у тебя должна быть вся бухгалтерия, и так далее, и так далее, и так далее». «И при этом ты еще вовсе не являешься высококлассным мастером похоронного дела, потому как у высококлассных специалистов должна быть еще и литература, причем всяческая, японская, китайская, афоризмы и прочее». Когда тетка Бреннера в незапамятные времена упала замертво, стоя на Пасху в очереди на исповедь, именно Бреннеру пришлось выбирать из каталога похоронного бюро слова для траурного сообщения. Распорядительнице похорон пришлось тогда честно признать, то, что он выбрал, было самым красивым. Ты послушай. Гроссмейстер смерть. Нас не спасет защита светлых мус. Введенных жизнью в искушение, она решает ослепить сравнением, живущим в нас. Нет, минутку, она решает ослепить рыданием, живущим в нас. Вот так правильно. Я тебе честно скажу, если бы мне сегодня пришлось выбирать траурное стихотворение, я бы тоже выбрал это. Одно это, чего стоит ослепить рыданием. Да ты вслушайте, как звучит. Тут уж как бы самому не разрыдаться или уж по меньшей мере не сдвинуться. Правда, про защиту этих мус мне нравится меньше. Но, вероятно, так оно и должно быть. Теперь слушай. Тетку эту похоронили больше десяти лет назад. В голове Бреннера стихотворение было погребено, по крайней мере, так же хорошо, как тетя на Пунтигамском кладбище. Считай, напрочь исчезло. Но ведь бывает же такое. Как только Ханзи Мунц около полуночи сказал Бреннеру «Гросс мертв», все стихотворение целиком воскресло из мертвых, и совсем как волосы Ангелики прошлой ночью, ну, фактически полуношный полтергейст. И я должен честно сказать, что вполне понимаю, почему у Бреннера не было сейчас никакого желания рассказывать всю эту историю Ханзи Мунцу. Ему хотелось наконец узнать, как это «Гросс вдруг мертв». К сожалению, так и было. А в доверях Ханзи Мунц все еще возмущался. — Ясное дело, ты смеялся. И я даже не знаю, отчего это случилось, то ли это от напряженной атмосферы, царившей во дворе, от неестественной обстановки среди ночи, когда весь дом был в совершенном возбуждении, хотя по ночам ездят только вольнонаемные, а здесь в доме никто из них не живет, то ли Бреннер все-таки хватил лишнего в кафе Аугартен. Однако он вдруг сказал Ханзи Мунц. — Гроссмейстер, смерть. — Нас не спасет защита светлых мус. — Что ты там бормочешь? — Да так, ничего. — Что с Бимбо-то случилось? — Ты сказал «мунц». — Не отступал Ханзи Мунц. — Я не говорил «мунц». — Я сказал «мус». — Это такое стихотворение. И вот теперь ему все-таки пришлось объяснить Мунцу всю эту историю со стихотворением. Пока Мунц наконец успокоился, они уже подошли к диспетчерской, к вольнонаемному фюршталеру. — Если само по себе необычно, что профессионал вообще разговаривает с вольнонаемным, то уж тем более совершенно невозможно себе представить, чтобы вольнонаемный получил главное слово. Но тут, конечно, кому угодно станет жутко. Полночь, в гараже мертвец и в центре внимания вольнонаемный. — Я что, теперь должен все по-новой рассказывать, что ли? — раздраженно спросил Бреннера вольнонаемный фюрштавер. Потому как фюрштавер был человек сообразительный, он точно знал, что не век ему быть звездой. Сейчас нужно проявить прыткость, если хочешь что-нибудь с этого поиметь. — А где же ты его нашел? — В двадцать один час двадцать минут поступил срочный вызов. Вольнонаемный фюрштавер опять начался Адама и Эва. Кот двенадцать разбился на мотоцикле. У меня водителем был мраз. Это как раз сейчас уголовная полиция его допрашивает, там, в лекционном зале. Хотя я им там уже все рассказал. И уж точно лучше, чем этот мраз. До того, как я перешел в земельное правительство, я ведь одиннадцать лет был школьным учителем. И вот чего дети просто никак не могли усвоить, так это разница между кратким содержанием и пересказом. Но я им каждому это вдолбил. К концу средней школы каждый из моих детей знал краткое содержание, только пять строчек или вообще только одно предложение. Ну, может, шесть строчек, если у кого почерк размашистый. И в отличие от этого пересказ может быть с подробностями. Попробуй-ка краткое содержание. Вольнонаемный немного напоминал Бреннеру учителя физкультуры, который был у него в Пунтигамской гимназии. Совершенно такая же лысина и точно так же, как Фордстауэр, учитель физкультуры, отращивал с левой стороны длинные волосы, чтобы они доставали через всю голову до правого уха. Довольно изощренное решение. Но стоило этому учителю физкультуры самому пробежать хотя бы шаг. Как от такого усердия волосы отделялись от лысины и свисали с одной только стороны до правого плеча. А теперь, как только Бреннер сказал про краткое содержание, ему показалось, что у вольнонаемного Фюрштауэра зализанные на лысину волосы тоже слегка отделились. Как будто слюна ровно в этот момент потеряла свою клейкость. Конечно, у него волосы не обязательно от обиды поднялись. Может, это просто ночной ветерок слегка поиграл его волосами. «Ничего я не должен рассказывать», — произнес Фюрштауэр с такой миной, что Бреннер вдруг почувствовал, насколько холодно может быть в июне после полуночи. Но ведь уже сказано, Фюрштауэр был человеком смышленым, иначе он не попал бы в школьные учителя, педагогическое образование и все такое прочее, а потом даже переход в земельное правительство. Он-то, правда, хотел бы лучше остаться учителем, но, к сожалению, клеветнические измышления помешали. Едва он все вдолбил детям, как они пошли в полицию и все там пересказали. Но опять же, с тех пор уже 15 лет прошло, и все это время он уже не был окружен толпой таких заинтересованных слушателей, поэтому сейчас он не мог позволить испортить себе удовольствие какой-то мелкой провокации. Помолчав секунду, как будто ему надо было приструнить слишком шумного второклассника, он продолжил рассказ. Как только мы прибыли на место аварии, первая мысль — достать вакуумный матрас, потому что у этих мотоциклистов никогда не знаешь, что там с позвоночником. Я уж без вакуумного матраса ничего не предпринимаю. Он может лежать себе довольный на асфальте, можно подумать, что у него просто легкий шок. А в следующую секунду его паралич разобьет, потому что ты за него не так взялся. А на ваке он как в слой воска впечатан. Так вот почему я своих мотоциклистов через год на Олимпиадах для колясочников по телевизору вижу, встрял Ханзи Мунс, из-за того, что я всегда вак забываю. Еще и не до такого можно дойти, если вольнонаемный будет объяснять тебе твою работу. Но Фюрштаур не позволил вывести себя из равновесия. Я вам говорю, для мотоциклистов всегда вак. В обычных случаях, но сегодняшний случай обычным никак не назовешь. Я кинулся дверь в семьсот сороковом открывать, чтобы матрас достать, а матрас уже занят. Без униформы я бы Бимбо ни за что не узнал. У Фюрштаура вдруг сделалось настолько горькое выражение лица, что ему даже пришлось сплюнуть, а после этого он произнес. Хотелось бы мне теперь послушать, что на это скажут противники униформы. Тут надо заметить, что вокруг спасательных организаций все время встречались люди, критиковавшие униформу. Ну, то есть не сами спасатели, а, скажем, медсестры. Или эти санитары-хиппи, которые должны целыми днями брить волосы на лобке. А вот их собственное бородище даже ножниц еще ни разу не видела. А потом по вечерам разорялись, изображая критиков униформы. У самих спасателей, конечно, ничего такого не было. А пока не помер старик, то тем более никаких шансов у критиков униформы вообще не было. И, между нами говоря, отказ от униформы загубил бы на корню любую спасательную организацию, потому как большинство вольно-наемных там только из-за формы. Ферштаур в этом отношении вовсе не исключение. Сначала я подумал, бимба отсыпается на матрасе после попойки, потому что, честно говоря, такие вещи случаются не впервой. — Да что ты говоришь? — А потом, — проигнорировал господин учитель Ханди Мунсен, — мне сразу в глаза бросилось, у него физиономия что-то больно уж красное. У бимба, правда, она всегда довольно красная. Но, конечно, такой красной рожи и таких выпущенных глаз и языка полностью вывалившегося ему на усы у бимбы не было, даже когда он в стельку напивался. — Да, причина и в самом деле была не в алкоголе. Причина была в кровавой полосочке шириной в миллиметр, которая шла вокруг шеи бимба. Это, наверное, была совсем тонюсенькая проволочка. Я сразу передал по рации — гроз мертв. — Гроз. Нет, чтобы бимба. Но с этого момента все говорили только гроз. А о бимбу уже никто. Потому как сказано уже «из уважения к мертвым». С каких это пор санитар имеет право констатировать смерть? Снова вмешался Мунц. Но Фюрштаур, ну чисто педагогическая академия, опять проигнорировал невоспитанного слушателя. Диспетчерская прислала потом на замену машину для мотоциклиста. Но пока она приехала, мотоциклист уже опять стоял на ногах. Если бы полиция не заставила его ехать с ними делать тест на алкоголь, то он бы сразу сел на свой покореженный мотоцикл и уехал. Хотел переехать очередной экскурсионный автобус. Успел вставить сухое замечание молоденький вольнонаемный. У него еще, можно сказать, голос ломался, и даже усов толком не было, и даже такого дамского пушка вместо усов, как у Ханзи Мунца, не было. А только отдельно торчащие волосины, как у плохо опаленной свиньи или у городского советника по транспорту свихалика. Тем более он сейчас постарался высказаться как можно суше. Но шутка его пропала, потому как Ханзи Мунц опять завелся. Вольнонаемные все с ума, что ли, совсем посходили? С каких это пор санитар имеет право устанавливать факт смерти? Что вообще происходит с дисциплиной в эфире у вольнонаемных? — Дисциплина в эфире. Фюрштауэр презрительно сплюнул, а потом выложил свой самый крупный козырь. — Видел бы ты этого гросса. Потому как, понятное дело, никто из присутствующих его не видел, кроме вольнонаемного фюрштауэра. Как только мы его переложили, у него язык до самого колена свесился. Как у той женщины с простреленным коленом, которую я однажды вез, снова затрещал Ханзи Мунц. Попытка самоубийства. — Ну, сначала она справилась у врача, где находится сердце. — А что ты думаешь, он ей сказал? — Это старая шутка, — угрюмо пробурчал Бреннер. На два сантиметра ниже соска ликовал Ханзи Мунц. Бреннеру вдруг показалось, что дух бимба вселился в Ханзи Мунц, потому как столько ерунды обычно болтал только бимба. А пока он раздумывал, может ли такое быть, он спросил фюрштауэра. — А где вообще сейчас бимба? — Все еще в 740-м. Уголовная полиция опечатала гараж. Бимба пока оставили лежать там, чтобы никто не стер следы. — Нет, это просто невероятно. Гаражную дверь они так мощно заклеили, что приходилось опасаться, как бы вся эта новенькая станция службы спасения не развалилась, если кто-нибудь возьмет, да и сдерет с двери клейкую ленту. Но маленькую дверку на переходе из 730-го гаража в 740-й не заклеили. В следующее мгновение закончились пять самых важных минут в жизни фюрштауэра. Он так долго пробыл единственным, кто видел мертвого бимба. А тут половина команды, естественно, повалила вслед за Бренером в гараж для 730-х и оттуда через узкую соединительную дверку в гараж для 740-х. Только самые законопослушные из вольнонаемных не решились войти. Но когда Бренер еще открыл и 740-й, первые уже стали поворачивать обратно, а когда он полез внутрь, да к тому же еще встянул с бимба мешок для покойников, в гаража их осталось всего шестер. Потому как все сдрейфили, что в любую минуту может вдруг появиться молодой или уголонная полиция, которую сейчас в конференц-зале на третьем этаже как раз допрашивали мраза. Ну, а уж когда Бренер еще и слегка обследовал бимба, то их осталось вообще всего четверо. — Лучше бы ты этого не делал, — истерично предостерег Фюрштауэр, как только Бренер занялся шеей бимба. При этом Фюрштауэр подумал, что он просто хочет получше рассмотреть рану. Откуда ему было знать, что в следующее мгновение Бренер, как заправский филиппинский целитель, запустит пальцы на несколько сантиметров вглубь тончайшей раны. От ужаса Фюрштауэр вообще ничего на это не сказал. И Хорок ничего, и Ханзимунц тоже ничего. Но блевать они тоже не блевали. Хотя им определенно стоило немало усилий сдержаться, когда Бренер выпростил из шеи бимба золотую цепочку. — Монах и монашка, — сказал Бренер. На поэзию потянуло, — Ханзимунц сначала подумал, что у Бренера шок. Но ведь это известный факт, что люди, которые сами находятся в шоке, часто думают, что шок у других. — Вот по этой причине золотая цепочка не порвалась, — объяснил Бренер. — Монах и монашка, — эхом отозвался в шоке Ханзимунц. — Тебе разве бимба никогда не объяснял принцип его новейшей золотой цепочки? Он же всем уши прожузжал, не якорное, крест-накрест приварено. — А по принципу «монах и монашка» — как черепицу скрепляют. — Почему это «монах и монашка» называется? — Угадай с трех раз. — Потому что в одной части есть прорезь, а из другой кое-что выступает. — И что в этом такого особенного? — Ты же видишь, она не рвется, хотя такая тоненькая. На ней можно целый флюгель подвесить. — Флюгер ничего не вест. Он имел в виду флюгель дома. — И ты про это знал? — Тогда ты под подозрением. Бреннер заботливо доставал со всех сторон и шеи бимбу золотую цепочку, пока она, наконец, ровненько не легла на ключицах, как в лучшие времена бимбу. — Ты помнишь, как малыш Берти объяснял бимбу, что вся дрянь из шеи выделяется? — Ну, и? Бреннер показал на запачканную кровью золотую цепочку. — А сегодня дрянь и в самом деле вышла из шеи. Малыш Берти не это имел в виду, иначе и он был бы под подозрением. — Быстро у тебя, однако, под подозрение попасть можно. Вот это и есть самое идиотское в таком деле. То, что любой сразу становится подозрительным. Поэтому я и рад, что они его уже взяли. Бреннер как раз было подумал, что мертвый бимбу выглядит довольно по-идиотски. А теперь он сам выглядел еще более по-идиотски, чем бимба. — Что ты говоришь? — Кого они взяли? — Да ланца. Тут разразилась такая буря, что можно было подумать, что во всех двадцати трех районах Вены одновременно забили в набат. Фактически, спасайся, кто может. Потому как для служащих уголовной полиции это и в самом деле была катастрофа, когда они увидели, что кто-то копается в их трупе. Их было четверо, двое в форме и двое в спортивных пиджаках. Но вот что интересно, хотя пиджаки у них были практически одинаковые, по пиджаку ты бы сразу понял, кто начальник. Но, может быть, было не только дело в пиджаке. Потому как начальником был, конечно, тот, который не кричал. — Кричит в этом мире обычно заместитель. — Документы, — закричал заместитель. — Мне принести надо. Я здесь в доме живу. — Никаких. Сразу пойдете с нами. — Забрать меня вы могли бы, только если бы я прошел через опечатанную дверь. Но вы забыли про боковую дверь. — А ведь уже в первый день занятия у Франции вас учили. Боковые двери и окна также должны быть опечатаны, — сказал Бреннер, подражая надворному советнику Франц Майеру с его шепелявым выговором. У заместителя очередной крик застрял в горле. Ведь это, конечно, была его вина, что боковая дверь не заклеена. В этот момент ему в сторону своего шефа даже смотреть не хотелось. А упоминание о Франции его окончательно добило. Но в такой ситуации каждый шеф должен быть на стороне своего подчиненного. А нагоняй — оставить на потом. Разумеется, нет ничего приятнее для нас, чем бывшие коллеги, вмешивающиеся в нашу работу, — призрительно произнес тот. Но как только Бреннер показал золотую цепочку на шее Бимбо, стало тихо. — С какой стати вы про это знали? — обрел вдруг голос заместителя. — Он всегда носил какую-нибудь цепочку. Поэтому я и искал ее. Только найти ее было вовсе нетрудно, потому что сзади, под воротником, еще даже кусок выглядывал. Вот есть такой тип начальников, которые не умеют кивать. Не потому что у них такая бычья шея, а потому что они слишком хороши, чтобы кивать. Ну, как бы сказать, тебе еще на полметра подрасти надо, чтобы мы с тобой на уровне кивка оказались. Иначе говоря, это уже вполне заменяет кивок, если я тебе буду молча пялиться в глаза две секунды к ряду, вместо того, чтобы наорать на тебя так, чтобы ты стал ростом метр пятьдесят. А спустя эти две секунды господин из криминальной полиции в начальническом пиджаке отвел свои стеклянные глаза холерика от Бреннера и приказал своим коллегам в униформе, чтобы они отвезли Ланса в следственную тюрьму, а затем отправили Бимбу на вскрытие. — А ты пока оставайся здесь и следи, чтобы еще какие-нибудь сумасшедшие не уничтожили следы, — сказал он своему пиджачному близнецу. На улице молодой как раз разгонял всех со двора, типа «я бы с большим удовольствием смыл всю эту сволочь из пожарного рукава фирмы Раап Керхер под большим напором». Теперь Бреннер был рад, что ему удалось самотохе скрыться в доме. — Бреннер, — сказал молодой, когда Бреннер проходил мимо него, — Больше ничего, только Бреннер. Отпирая свою дверь, Бреннер все еще продолжал размышлять, было ли это приветствие, угроза или крик о помощь. Но он недолго думал над этим, потому как он увидел, что кто-то подсунул ему под дверь написанную от руки записку «Пожалуйста, позвони мне, 47». Ты, наверное, подумал, что 47 — это болезнь. И это не так далеко от истины, потому как лично для меня телефон действительно болезнь. Но ты слушай, дело было вот в чем. Раньше они в доме звонили друг другу по обычной телефонной сети, и платить им приходилось тоже по обычному тарифу. Но потом, когда у них появилась новая диспетчерская с новой телефонной станцией, молодой приказал подключить весь дом к местной сети. И с тех пор они могли часами разговаривать по телефону между собой, и им это ни шиллинга не стоило. А 47 был номер домашнего телефона Ланса. Хотя Бреннер видел, как ребята в форме увезли Ланса, он тут же набрал номер. — Ланс? — Твой отец оставил мне записку под дверью, — сказал Бреннер Ангелике. — Это не отец. — Это я. — В чем дело? — Ты не мог бы заскочить ко мне на минутку? Едва только он вышел из своей квартиры, как услышал, что наверху открылась дверь. И не успел он протянуть руку, как Ангелика зажгла для него свет на лестничной площадке. Ведь квартира Ланса была всего лишь этажом выше, прямо над его квартирой. Даже к серому тренировочному костюму Ангелика носила свой пояс с пряжкой из золотых букв — эскападе. Без него Бреннер Ангелику вообще еще ни разу не видел. А днем ее можно было увидеть довольно часто, потому что она работала где-то официанткой и уходила только по вечерам. — Ты сегодня пораньше вернулась? — спросил Бреннер. — Как говорят обычно, лишь бы что-нибудь сказать, чтобы не было так неловко, когда среди ночи идешь в гости к женщине. Но она и виду не подала, просто придержала Бреннеру дверь и провела его на кухню, такую же тесную, как у самого Бреннера. — Хочешь чего-нибудь выпить? — Правда, у меня есть только кофе. — Нет, спасибо. Бреннеру и без того уже чуть не стало плохо от неонового дневного света, освещавшего кухонную нишу, словно операционную. А может, не стоит всегда все сваливать на этот злосчастный неоновый свет? Может, это все еще были последствия извлечения золотой цепочки? В такое время и кофе улыбнулась в качестве извинения Ангелика. — А мне ничего от него не делается. Сегодня я все равно спать не могу. — Что стряслось с твоим отцом? Она курила так, что щеки ее при каждой затяжке образовывали впадинки глубиной не меньше сантиметра. Как будто все было наоборот. Вся кухонная ниша полностью задымлена опасным для жизни газом, и только через фильтр Кима поступает немного кислорода. Она не стала садиться за стол рядом с Бреннером, а прислонилась к холодильнику, так что между ней и Бреннером оставалось метр три-четыре. Они думают, что он задушил Гросса. — Что на это ответил твой отец? — Я не знаю. Они его сразу забрали с собой. — У него есть адвокат? — Молодой позвонил адвокату фирмы. — Ты веришь, что это он? Она покачала головой. Очень медленно, словно хотела не просто покачать головой, а учуять в воздухе, в каком направлении лежит истина, как в телевизионном фильме про животных. И только когда Ким была докорена, она сказала, — Эти идиоты думают, что все из-за той истории в погребке. Бреннер толком не знал, куда смотреть. Внутренне он кивнул, но внешне он не кивал. И вдруг ему пришло в голову, что он поступает точно так же, как тот начальник из уголовной полиции в спортивном пиджаке. Лишь бы не кивнуть, только тупо пялится прямо перед собой. Без полицейского в спортивном пиджаке он бы точно не заметил, как сам изображает перед Ангеликой придурка, не способного кивнуть головой. Но как только это пришло ему в голову, он быстро спросил, — И поэтому они его сразу же забрали с собой? — Да, Бимба этот все время его провоцировал. Ну и что? Кто же из-за этого будет так сразу и убивать? Лицо Ангелики опять приобрело задумчивое выражение из фильма о животных. — Я не доктор, а иболит, которого по телевизору показывают, но если бы мне пришлось переводить значение этого взгляда, я бы предположил, что Ангелика говорила своим звериным взглядом. А вот я бы не была так уверена, что из-за этого не стоило задушить такого, как Бимба. Но на самом деле она сказала только, — Это еще не все. Мой отец ездил сегодня с Бимба на 740-м. Бреннер не кивнул, даже внутренне. — И все равно это не он сделал, — сказала Ангелика, прикуривая очередную сигарету Ким от сжигалки общества доноров. Несмотря на неоновый свет, Ангелика сегодня казалась гораздо привлекательнее, чем обычно. Если ты работаешь в полиции, то такое наблюдение тебе периодически приходится делать. Впервые Бреннер обратил на это внимание, когда насмерть разбилась жена его коллеги Кнольля. Это было еще в то время, когда он носил униформу, то есть, значит, больше 15 лет назад. Маленькая такая веселая женщина из Каринтии, хорошая горнолыжница, она всегда слишком быстро ездила на машине. Я думаю, ей просто доставляло удовольствие то, что, как супруга полицейского, она могла выбрасывать квитки штрафа за превышение скорости. После этого несчастного случая Бреннер обратил внимание, как изменился его коллега. Может, это сейчас немного странно звучит, но я могу одно сказать. Печаль сделала Кноля красивым, что ли. И надо ведь именно Кноля, у которого обычно по глазам уж видно было, какой он простофиле, в башке ничего, кроме горных лыж и телевизора, да и разжиреть он уже успел в свои 35. С годами это не раз бросалось Бреннеру в глаза. Аура такая у отчаявшихся людей. Правда, у Кноля она потом опять быстро испарилась. Через год траура он женился на парикмахерше. А колпак для сушки волос, понятное дело, для Ауры вещь совсем неподходящая. У Ангелики Ланс тоже были ужасные волосы от парикмахерских. Да ты знаешь. Тысячу раз обесцвеченные плюс химическая завивка. Такие длинные, тощие лохмы. Природе бы таких никогда не сотворить, а вот парикмахеры умеют. И тем не менее, сейчас Бреннер не замечал в ней ничего от шлюшки. А ведь раньше из Ангелики это всегда так и лезло. Красивая, печальная женщина. — Сауры, — подумал про себя Бреннер, — и с сигаретой, и с вопросом. Ты разве не был раньше детективом? — Вот черт, — подумал про себя Бреннер, — только бы не кивнуть. Глава шестая Это уже как закон. Если тебе некого любить, то ищешь и ищешь, пока не найдешь. Но стоит только тебе найти кого-то, как в тот же самый день тебе попадутся еще трое. Так и в работе детектива стоило Бреннеру свернуть свою контору, как на каждом шагу ему стали попадаться заказчики. И опять же, как это совместить? У Бреннера вовсе не было ощущения, что будет так уж просто увязать в один узел просьбу молодого и Ангелики. А между двух стульев всегда есть опасность застудить геморрой. Когда на следующий день около четырех его вызвали к молодому, Бреннер заметил, как тот плохо выглядит. Бывают такие люди, которые всегда плохо выглядят. Для них уже хороший знак, если просыпают фиолетовые круги под глазами. Это значит, что они в виде исключения этой ночью не кутили, так что для контраста вокруг кругов под глазами всегда должен появиться цвет лица. Но если человек, которому так важны спорт и здоровье, как они были важны молодому шефу, спасателю и креста, выглядит как наркоманы, которых они обычно доставляют в больницу скорой помощи, тогда, конечно, беда. Усы у него сегодня уже не стояли таким острым клином, что ты мог бы открыть об них бутылку пива. Уже не бравые, как у пилота-бомбардировщика, а скорее какие-то вялые, вроде как у того знаменитого философа. Погоди-ка, как же его звали? Господи, который еще проплетку открыл. Да ты знаешь, усы как у моржа, в таких обычно остатки пищи застревают. Пронести ложку с лапшой мимо усов — целая проблема. Но вот интересно, насколько порой внешность с сутью совпадает. Потому что у молодого за эту ночь не только усы обвисли, он даже заговорил как-то по-философски. Службы скорой медицинской помощи являются одним из высших достижений нашей цивилизации. И даже если ты забудешь все прочее, я хотел бы дать тебе один совет на всю оставшуюся жизнь. Когда человек разговаривает так напыщенно, ты можешь всегда исходить из того, что ему есть что скрывать. Теперь Бреннер сразу же, конечно, понял, что молодой не хочет показывать, насколько его затронула смерть Бимба. Так же, как Ханзи Мунц в эту ночь сделался невыносимо мерзким, чтобы не выдать того, что у него внутри творится. Молодой теперь невыносимо напыщенно говорил без остановки. Идеи об организации скорой медицинской помощи ровно 139 лет. Ну, потом, естественно, началось. Битва при Сольферино, бессмысленная бойня, Анри Дюнан и все прочее. Ему вовсе не обязательно было рассказывать про это Бреннеру, потому как про это тот еще во время своего обучения на санитара по 10 раз на дню слышал. И понятно, что мысленно Бреннер несколько отвлекся. Эти французские имена звучат все как-то одинаково. Анри Дюнан, Брежит Бордо и так далее, и так далее, и так далее. А знаете ли вы, с чем неразрывно связана идея скорой медицинской помощи? А теперь следи, что я тебе скажу. Вот раньше я размышлял, как часто бывают забавные совпадения, философские усы и философские речи. Так и теперь. Сначала отвлекся мыслю на французские имена, а потом французские впечатления. Потому как у Бреннера сейчас было такое мощное ощущение дежавю, что под задом у него едва не расплавилось пластиковое кресло. Он вдруг снова очутился на деревянном стуле в школе полиции, где тоже все время загоняли в них все эти высказывания. Исполнительная власть есть один из трех столпов демократии. Эту фразу в школе полиции Бреннер слышал так часто, что автоматически предположил тогда, что это неправда. Фактически из одного только упрямства. А что ему пришлось пережить в этой связи во время своей службы в полиции, про это я даже вспоминать не хочу, чтобы ты чего доброго с моста не спрыгнул. По поводу применения силы полиции тоже можно вести долгие дискуссии. Для молодых людей очень важно вести дискуссии, так же, как для хомяка важно пообточить свои зубы о прутье клетки. В детстве Бреннер получил в подарок от своего деда хомячка. И тот тоже постоянно это делал. Идея службы скорой медицинской помощи заставил молодой степенунца Бреннера, который как раз досадовал, что надоедливый скрежет хомячка, мешает ему заснуть, возможно, только при стопроцентной беспартийности, службы скорой медицинской помощи. Скорая медицинская помощь должна быть нейтральной. «Только так мы можем обслуживать пострадавших во время войн». Стопроцентный нейтралитет. Девиз Анри Дюнана «Тути фратели» — «Все братья». Да-да, иначе воющие стороны даже не допустили бы нас во все эти закрытые зоны. Так оно и есть. По всему миру. Ангола, Мозамбик, куда ни глянь. Тут не может быть никакой дипломатии и ничего такого. Только стопроцентный нейтралитет. Правда, в газетах через день писали про то, что службы спасения еще не так далеко продвинулись в деле нейтралитета. Но Бреннер ничего не стал говорить. Начальникам иногда надо дать дочитать до конца проповедь, в которую даже они сами не верят. Бреннер подумал про себя, что молодой именно не хочет признаться, насколько его затронула смерть Бимбо. Но тут молодой все-таки удивил Бреннера, вдруг заговорив о конкретных вещах. «У вас есть приличное образование. Вы должны знать, что было в 1934 году». «Мы где, вообще говоря, находимся?» Сначала Бреннер про себя страшно возмутился. «Но уроки, что ли? У меня что, знания дат проверяют или как?» «Когда ты возбуждаешься, то организм вырабатывает некие субстанции, от которых лучше работает память». Гражданская война в Австрии, как из пушки, выпалил в ответ Бреннер. Но вместо того, чтобы похвалить его, молодой уставился на Бреннера с таким расстроенным видом, как будто ответ был неправильный. Но угнетал его не ответ Бреннера, а то, что за этим стояло. «Во время гражданской войны мы утратили в Вене наш нейтралитет. Фашисты распустили Союз Спасения, а мы не помогли раненым рабочим. Это было ужасной ошибкой. Это было безумием. У рабочих теперь и так появился свой собственный союз. Ведь Союз Спасения называется вообще-то рабочим союзом». «Вот это и есть безумие!» заорал вдруг на Бреннера молодой. «Вообще-то, правильно было бы сказать так, взвелся молодой, потому что от ярости снова поднялись его усы, которые молодой поначалу повесил было так философски. В этом-то как раз и безумие. В этом-то все безумие, Бреннер. Эти рабочие все равно не смогли бы дожить до наших дней». Тут Бреннер вполне имел право немножко поразмыслить вместе с молодым. И тогда молодой тихо добавил. «Наше обнеединение тоже не сможет долго прожить, если Союз Спасения будет продолжать в том же духе». Бреннер ничего на это не сказал. «Скажите что-нибудь. Что тут скажешь?» «Я вчера потерял двух своих лучших работников. Это все, что приходит вам в голову по этому поводу». Постепенно он становился каким-то агрессивным. Начал как философ, затем постепенно делался все агрессивнее. Теперь Бреннер чувствовал, что вот сейчас он потихоньку начнет выкладывать все, что на самом деле собирался сказать все это время. Один убит, другой арестован, вздохнул молодой, снимая очки. Ему, как спортсмену, совершенно не шло, что он носил такие чудные очки для чтения. Так же, как серебряная цепочка, которую он всегда носил на правом запястье. Но если так смотреть, то и весь письменный стол ему тоже не подходил. Молодой был известен тем, что по-прежнему больше всего любил выезжать на вызовы сам. И тут, конечно, никаких очков для чтения, только солнечные. — Это все, что приходит вам в голову по этому поводу? — невнятно переспросил он из-под руки, которую массировал переносицу. — Может, это был вовсе и не Ланс. Я мог бы попытаться кое-что разузнать. Молодой устало покачал головой. — Вы меня вообще-то слушаете, Бреннер? — У вас нет сомнений, в том, что это был Ланс. — прикинулся простаком Бреннер, потому как теперь ему стало интересно, не скажет ли молодой хоть что-нибудь более конкретное про свои подозрения относительно Союза спасения. — Я знаю, что это был не он, — сказал молодой. В потолок, как будто он опять вступил в контакт с некой высшей силой. — Но на беднягу Ланса мне в настоящий момент вообще-то наплевать. Здесь речь идет не о Лансе. Речь идет о выживании всей нашей организации. — Это звучит так, словно вы считаете, что смерть Бимбо... Молодой взглянул на него так странно, что Бреннер тут же исправился. — Что гроз на совести Союза спасения? — Вы можете спокойно говорить «Бимбо». Молодой ненадолго поднял глаза к потолку, но в этот момент там явно ничего не было написано, потому что он больше ничего не сказал. — Но почему именно «Бимбо»? — Вспомните, что было пару недель назад. Бреннер предпочел ничего не говорить. — Я не имею права сказать вам и половины того, что знаю. Но вы ведь знаете, кем был Штенцем, который был застрелен на глазах у Бимбо? — Руководителем банка крови. — И братом руководителя Союза спасения. — Откуда мне это знать? — подумал про себя Бреннер. Смерть Штенцеля и его приятельницы две недели назад интересовала его не больше, чем какой-нибудь другой случай из газеты. Он только слышал, как после этого заважничали Бимбо и Ханди Мунц. Как Бимбо перебаламутил кабинеты медсестер на всех станциях, ну, чисто как голливудская звезда. — Да, конечно, сказал Бреннер. — Но вы ничего не знаете о проблемах, которые были у Союза спасения с банком крови. Когда шеф Союза спасения Штенцель вытеснил своего собственного брата из Союза спасения, он не рассчитывал на то, что руководство банком крови перейдет к Лео Штенцлю. Бреннер на это ничего не сказал. — Но вы знаете, что Бимбо был свидетелем преступления, и вы в состоянии сосчитать, сколько будет два плюс два. — Это вы помогли Лео Штенцлю перейти в банк крови, когда он вылетел из Союза спасения? — В четвертом классе Пунтигамской гимназии во время скачек на стулях Бреннер поскользнулся и так ударился затылком о парту, что пробыл без сознания пять минут. И он никогда не забудет озабоченного взгляда учительницы, который увидел при пробуждении. Ну и теперь, конечно, большая неожиданность, что спустя тридцать семь лет на него снова смотрят так же озабоченно. — В этом городе все не так, как прежде, сказал молодой. С тех пор, как Союз Спасения ввел в игру политику. Без политики в этом городе могло бы выжить только одно объединение спасателей. Только пожертвования, никакой политики. Но двух союзов город не выдерживает. И вот тут вмешивается политика. Но ведь у Союза Спасения свои спонсоры. Без рекламы фирмы Лацик Бетон скоро уже не увидишь ни одной машины Союза Спасения. Да-да, и умирающие думают, что их увозит бетономешалка вместо скорой. Так ведь это приватизированная экономика, у нее свои законы. Приватизированная экономика, не смешите меня. Угадайтесь трех раз, каким образом этот самый Ватцик получает такое количество государственных подрядов на строительство. Бреннер пожал плечами. Вот вам и современные идеалы. Но несмотря ни на какую политику, Союз Спасения был не в состоянии перегнать нас. Хотя у Штенцля и лучшие контакты с партией. А потом молодой тихо сказал теперь он прибегнул к другим средствам. Вы и в самом деле думаете, что Союз Спасения имеет какое-то отношение к убийствам? Между знать и думать большая разница, Бреннер. Точно такая же разница, как между вчера и сегодня. Вчера у меня было два надежных опытных санитара, а сегодня один из них мертв, а второй в тюрьме. И я еще должен радоваться, что дело так быстро раскрылось. Потому что таким образом через пару дней вся эта история исчезнет из газет, а иначе нам пришлось бы сразу закрывать лавочку. При этом нам еще повезло, что газеты ее не очень раздувают, по крайней мере, до сих пор. Повезло, прочитал на потолке молодой. Повезло. Вы можете называть это везением. Я, по крайней мере, знаю, зачем все эти годы налаживал корректное сотрудничество с газетами. Зачем, наступая себе на горло, разрешал газетам прослушивать нашу связь. Вы же знаете, какое-то зрелище, когда фотограф из газеты фотографируют пострадавших на улице еще до нашего приезда. Но сегодня для нас подтверждается чрезвычайная важность положительного сотрудничества со средствами массовой информации. Я не знал, что пресса прослушивает нашу связь. Слабая улыбочка выкарабкалась из-под усов. Одна из тех улыбочек, которые выставляют того, кому улыбаются, таким маленьким наивненьким идиотом. Вы что, никогда не задумывались над тем, каким образом газеты получают эти фотографии? Они не только наше радио прослушивают. У пожарников и у полиции они точно так же прослушивают. Молодой сделал вид, будто не замечает, что Бреннер сердится. Но я должен честно сказать, меня бы это тоже зацепило, если бы кто-нибудь поручил мне выяснить, прослушивает ли Союз спасения наше радио, а потом рассказал, что его все равно полгорода слушает. Если каждый газетный проныра может прослушивать, то и для Союза спасения это тоже будет нетрудным делом. На этот раз молодой не считывал ответ с потолка. Зато можно было подумать, что он написан прямо на зрачках у Бреннера. Молодой наклонился вперед, а потом сказал так, как разговаривает с глупым ребенком. При неофициальном согласии прослушивание дело нехитрое. но прежде чем выдать наш код Союза спасения, я лучше дам с себя живьем кожу содрать. Если газетчики знают код, то Союз спасения может получить его от них. Их нельзя назвать самыми неразговорчивыми людьми, если уж у них такая профессия, что любую дрянь выбалтывают всему свету. В газетах вокруг нас поднят скандал. Мы потеряли двух своих самых ценных работников. А Союз спасения такой костер у нас под задницей развел, что только дым валит. Если так пойдет и дальше, через пару месяцев мы станем вторым номером в спасательных организациях, а это значит, что мы будем получать меньше денег от города и от страны. А это значит, меньше машин, меньше водителей. Это как цепная реакция, и через год мы будем уже вдвое меньше, чем Союз спасения. А еще через год мы можем закрываться. А вы будете искать себе новую работу, Бреннер. Так что не надо мне лекций читать. Принесите мне наконец доказательство, что Союз спасения прослушивает наше радио. И все, что вы узнаете про Союз спасения, помимо этого, тоже несите мне. Чем больше, тем лучше. Мы должны предоставить полиции доказательство, что эти спасатели гнусная организация, чтобы было ясно, кто стоит за убийствами. И смотрите, не наделайте опять глупости, чтобы еще одному из моих людей не пришлось поплатиться за это жизнью. А вот это вы мне должны объяснить. Вы думаете, почему Бимбо был убит именно в тот день, когда вы полгорода обзвонили насчет того, как можно прослушать радио спасения? Очень скрытно, нечего сказать. Видимо, мне не следовало предполагать, что вы сами с этим справитесь. Вот видишь, одно дело бесплатные звонки, и опять же, другое дело возможность прослушивать состанции. Неужели вы всерьез верите, что Бимбо был убит, потому что я... Я знаю только, что он был убит. И именно через пару часов, после того, как вы расспрашивали полгорода, как можно установить, что Союз спасения прослушивает наше радио. Так что будьте любезны, в будущем постараться хоть сколько-нибудь соблюдать секретность. При слове секретность молодой трахнул кулаком по столу не сильно. Столешница-то стеклянная, но все равно очень неприятно для слуха, когда цепочка браслета стукнула по стеклу. Бреннер поднялся, но прежде чем он успел дойти до двери, молодой сказал ему «И забудьте про Ангелику с ее проблемами. Ланс покамест должен остаться там, где он находится, пока все не прояснится. Я бы не хотел, чтобы кто-нибудь еще умер. Вы со своим чрезмерным рвением и так уже достаточно дров наломали». В коридоре за дверью Бреннер вспомнил, когда в последний раз с ним так разговаривали. Чтобы кто-нибудь полчаса читал ему нотацию, а в конце еще имел наглость сказать «Не читайте мне нотации». Он тогда, после девятнадцати лет работы в полиции, сразу бросил все и ушел, потому что просто не мог свыкнуться с этой манерой нового шефа. Это было уже почти два года назад. А теперь снова до этого дошло. Да еще эта манера, в которой молодой с легким сердцем взвалил на Бреннера вину за смерть Бимбо. Совсем как тогда этот немец. Сейчас ты скажешь, не обязательно в жизни все время оглядываться назад. Ни к чему эти вечно повторяющиеся одинаковые истории это ничего не дает. Я могу одно сказать. Если бы в тот момент молодой так сильно не напомнил ему немеца, вся эта история кончилась бы, может быть, по-другому. Может, он бы тогда и правда как-нибудь быстро решил вопрос с прослушиванием, чтобы его наконец оставили в покое. А мы, может, и сейчас бы еще не знали, как золото попало в глотку Бимбо. Еще одно может быть. Может быть, если бы Бреннер не получил назначения сделать эту скучнейшую естку за дрестунами в ЦКБ, кто знает, возможно, он бы тогда никогда не распутал это дело. «Ну, конечно, раз уж ты оказался в ЦКБ, почему бы не заглянуть на минутку к Розе из ларька?» «Донорская печень?» спросила Розе. «Против этого мне возразить нечего». «Это мудро», ухмыльнулась Розе. Она была не особенно высоко у роста, но жилой вагончик, переделанный в киоск для соситочной, был до того низок, что ей приходилось все время стоять, немного согнувшись. И она была очень толстой. И на ее белом хирургическом халате было множество пятен от кетчупа и горчицы, а волосы у нее были огненно-рыжими, завитыми и все время такими потными, что они торчали у нее над головой, как рога. — Острой горчицы? Потому что ты и сам сладкий. Ты что, сегодня уже на кладбище побывала? — С какой это стати? Где же ты тогда откопала эту старую шутку? — Не наглей, малец, ухмыльнулась Розе и шмякнула ему под нос донорскую печень. — Малец? Да ты мне в дочери годишься. — Хе-хе-хе. Много? Значит, денег мне пришлось потратить на пластические операции, чтоб так выглядеть. Бреннер был рад, что может ненадолго заняться своей донорской печенью. И только пару кусков спустя он сказал. — Сегодня вот уже две недели, как ты застрелила Лео Штенцле. — Да ты смотри поосторожнее, а то у меня сегодня опять палец свербит. — Хорошо, если это только палец. Теперь опять немного печенки, а потом твое счастье, что на этой стороне к музыкальному павильону у тебя окна нет. Иначе ты была бы по подозрениям. — Не хватало еще, чтобы я себе на этой стороне окно сделала. Это чтобы мне шоколадки и вафли совсем уж некуда ставить было. — Значит, ты ничего не видела? — Ну как? — Конечно видела. Я как раз деньги считала. Вот их и видела. — А почему это Ланс вообще не попал на фотографию в газете? Только Бимбо и Мунц? — Да Ланса у меня и не было совсем. Это Бимбо при въезде ошибся. Ланс просто заехал очень быстро, ведь он на самом деле привез из аэропорта донорскую почку. Я еще тогда над ним посмеялась, потому что он наверх в хирургию как молния взлетел. — Как молния? А потом и загремела. — Точно. Потом прогремел гром. Только не для Ланса, а для Штенцля. Снова не могла удержаться от смеха Рози. — А что делал этот Штенц? — Ничего. Это был чистокровный конторский жеребец. Бреннер имел в виду не профессию Штенцля, потому как это было как раз то немногое, что он о нем знал. Так что он попробовал по-другому. Больше жеребец, чем писака, или как? Это уж точно можешь не сомневаться. Но за это ему ведь никто ямы не рыл. — Зачем яму рыть, когда пули достаточно? — ухмыльнулась Рози. А кроме того, откуда мне знать? Это ты должен лучше знать? — Почему это я? — Твоя -то организация тоже за счет донорской крови живет. — Ты должен был бы знать Штенцля. — Моя организация? — Да весь этот ваш союз спасения. Это была любимая шутка Рози. Она из принципа называла спасателей креста союзом спасения. Точно так же она называла сестер святой Луизы сестрами Красного креста и наоборот. Но в этом случае в виде исключения никакой разницы и вправду не было, потому что союз спасения жил за счет донорской крови. И спасатели креста жили за счет донорской крови. И Лео Штенцель тоже. Только он уже не жил. Глава седьмая Сегодня прямо все валом повалили, удивилась Рози. Эти двое из уголовной полиции опять здесь были. Ну и как? Тебе чей пиджак больше понравился? Который на шефе. А как ты узнала, что он шеф? Да он не ел ничего. Начальство питается сознательно. Холестерина избегает, сказал Бреннер, прежде чем отправить в рот очередной кусок печеночного паштета. А вот Синдалка не такой. Он у меня тут тоже сегодня уже был. Синдалка из патолога анатомического? Нет, из государственной проверки девственности. Потому как Рози была такой человек, она просто не в состоянии была нормально сказать «да». Он обычно только после обеда приходит. Каждый день по донорскому сердцу, а все равно тощий, как карандаш. Может, он спортом много занимается? Хе-хе-хе. У него один спорт, знай себе, трупы режет. Значит, от этого что? Не толстеет. От трупного яда. С убийственной серьезностью заявил Бреннер. хе-хе-хе. Бреннер подбирал последним куском хлеба горчицу, а Рози рассказывал. Этих-то штенцля с Ирми ему друг из дружки вырезать пришлось. Что значит вырезать друг из друга? То и значит вырезать друг из друга, объяснила Рози. Потому что пуля прошла сначала через его язык, а потом через ее язык. А из-за жара от пули оба языка сплавились. Хе-хе-хе. А что? Правда, заупрямилась Рози. Ты что думаешь, Синдалка мне какую-нибудь ерунду рассказывать станет? Ну, у него и работенка. Собственно, профессиональная деятельность опять вдруг предстала перед Бренером в более розовом свете. Ужасно скривилась Рози, разрезая пленку на килограммовой упаковке белых колбасок. Такой язык просто ужас какой-то. Ты когда-нибудь говяжий язык съел? Конечно, я тоже. И больше никогда в жизни не буду. Они там лечо на него кладут, чтобы язык этот не очень видно было, пупырышки и все такое. А я лечо-то с самого начала дочисто съела. Это была ошибка. Это точно. Потому как ты вдруг видишь у себя на тарелке коровий язык. Форма вся как есть и пупырышки и все-все. Да, ничего себе. А потом ты его ешь и вдруг понимаешь, что у тебя на языке язык. Я тебе говорю ужасно. То ли корова тебе язык жует, то ли ты коровий язык. Уже и не разобрать. Да, да, Синдалке нельзя быть таким чувствительным. А он вообще бесчувственный. Ему это в самый раз. Вот я так и подозревал. Знаешь, что он про сплавившиеся языки Штенцля и Ирми сказал, ухмыльнулась Рози. Откуда мне знать? По крайней мере, это был союз на всю жизнь. Если так смотреть, то он прав. Чего доброго Николь еще завидовать будет? Что еще за Николь? Секретарша Штенцля в банке крови, вон там, на той стороне. Они с Ирми из-за Штенцля такую войну вели, просто куда там. Гы-гы-гы, подумал про себя Бреннер. И просто отправился прямиком в бан крови. Когда Бреннер туда вошел, то ему показалось было сначала, что он ошибся, хотя он уже энное число раз там был. Ведь водителям скорой приходится чаще всего ездить за консервированной кровью и развозить эти консервы по больницам. Это и составляет самую большую часть всех дерьмовых поездок. Но обычно он бывал здесь по утрам, когда все прямо кишело от местистер и водителей, выстраивавшихся в очередь за консервированной кровью. А теперь все абсолютно вымерло. Окошко выдачи консервированной крови мало чем отличалось от окошка камеры хранения на вокзалах, откуда они все время возили запертых ячейки бомжей. Только что за окном выдачи сидел невокзальный служащий. На полу неподвижно лежала молодая женщина. И хочешь верь, хочешь нет, Бреннеру прежде всего бросилось в глаза, как красиво лежали на паркетном полу вокруг головы ее каштановые волосы. И только во вторую очередь, что белый сестринский халат задрался до самых бедер. Причем мне всегда было непонятно, почему это в больницах все люди должны всегда быть в белых халатах. Даже Рози из ларька всегда носит белый халат, полностью заляпанный горчицей и кетчупом. Тут уж можно сказать, ей-то он хотя бы нужен, но зачем белый халат секретарши в офисе банка крови? Кровь ведь полностью стерильно упакована? Тут же не как у Рози. Может, просто больницы так удобнее, когда можно отличить персонал от пациентов? вот видишь, скорее всего, по этой причине. Стучать не умеете? спросила Бреннера мертвая женщина, все еще не пошевелив при этом ничем, кроме губ. я стучал. Она открыла глаза, и, честно говоря, я еще никогда не заглядывал в глаза марсианину, но представляю себе их примерно так же. нет, не подумай, вовсе не зеленые, а карие, но по форме совершенно ненатуральные, косые марсианские глаза, и взгляд, как бы это сказать, гипнотический. Когда я делаю свои упражнения, я иногда так расслабляюсь, что стука уже не слышу, что теперь вместо на работе спать, говорят, упражнения делать. Чего ерунду городить на работе спать? И с таким же порывом, как она это произнесла, она тут же перекатилась на бок. Знаете, что самое главное? Никогда нельзя вставать из положения лежа на спине. Сначала всегда надо перевернуться на бок. Затем она стала вставать так благоговейно, что можно было подумать, за этим скрывается какая-нибудь религиозная практика, буддизм там или что-то в этом роде, когда им коров нельзя есть. Раньше-то мы над ними смеялись, а теперь коровья бешенства, и теперь они над нами смеются. Бреннеру показалось, что даже волосы падают ей на спину, как в замедленной съемке. Может, по этой причине на ней и был надет белый халат. Ее каштановые волосы отлично контрастировали с ним, очень живые волосы у нее были, а только что на паркетном полу они показались Бреннеру мертвецкими волосами. Потом она, наконец, обдернула сестринский халат, села на вертящийся стул и вдруг эдак официально взглянула. Чем могу служить? У меня сегодня наряд на упражнение с вами. Очень остроумно. Знаете, да, у меня постоянно такие ужасные головные боли. Мигрень. А врач сказал, что все это от мышечного спазма в области затылка. Тут только упражнения и могут помочь. К сожалению, боличная касса больше не оплачивает упражнений. Но мне посоветовали сходите в канцелярию банка крови, там бывают упражнения под столом. Очень очень остроумно. Ты скажешь, это было несколько навязчиво, когда Бреннер стал так разговаривать. Ну, вроде того, как раньше мужчины себя вели. Но я тебе на это вот что скажу. Ведь недаром же говорится, разговоры сближают людей. И еще через парочку очень остроумно уже выясняется, что секретарша и в самом деле делала упражнения от головной боли. А после того, как оба спортивных пиджака выжали ее как губку, в третий раз за две недели ей срочно потребовалось заняться своими упражнениями. И наоборот, она поняла, что Бреннер был по головной боли экспертом номер один. А ты знаешь, чем хороша головная боль? Ее карие глаза взглянули на него с таким удивлением, как будто к ней впервые в жизни обратились на ты. Но сказать она ничего не сказала. По крайней мере, знаешь, что у тебя еще есть голова. Очень остроумно. Потому как если ты пустишь кому-то пулю в голову, то у того уже даже и головной боли не остается. Но я никому в голову пули не пускаю. Но ведь как-то должна была попасть пуля в голову твоего шефа. Думай, что говоришь. Хотя он и был плохим шефом, бездельником, всю работу на меня сваливал. Но за это я бы его, конечно же, стрелять не стала. Значит, ты его застрелила не за то, что он был плохим шефом, а за то, что был плохим любовником. Тут мне придется слегка покритиковать Бреннера. До этого у Рози, можно сказать, шутка была, когда он ей сказал, что она застрелила Штенцля. Но тут уж шутки кончились, и глаза Николь можно только отчасти принять как извинения. Я себе такой метод насколько могу объяснить только тем, что молодой запалил у него костер под задницей. А когда у тебя под задницей горит костер, тут уж ты гораздо более склонен действовать нахраписто. Когда он увидел, что Николь распахнула свои глаза как можно шире, включив третью передачу, чтобы удержать влажную пелену слез, он это тоже заметил про свой наскок. Теперь значит такой прием. Нужно сказать что-нибудь приятное. И как? Помогают эти упражнения от головной боли? С улыбкой обратился он к Николь. Сначала что-нибудь приятное, потом что-нибудь интересное. С тех пор, как я на скорой работаю, у меня больше голова не болит. Николь взглянул на него недоверчиво. У нормальных людей там обычно голова как раз начинает болеть. Тогда Бреннер показал ей пачечку лекарства, которые ему продал Черни, потому как он по своей натуре дельца неутомимо приторговывал наркотическими веществами. Мне бы не хотелось сболтнуть сейчас лишнего, ничего такого трагического, но благодаря своим контактам с врачами Черни собрал небольшой набор пробных упаковок лекарств и продавал их среди своих знакомых. Так, немножко для заработка, не то чтобы всерьез, это точно. Каждый день по одной перед завтраком и с тех пор ни разу приступа не было. Только теперь слезы окончательно исчезли из марсианских глаз. Бреннер это точно рассмотрел, когда она вытаращила глаза, глядя на его пачку с лекарством. Потом она вышла из комнаты и через пару минут опять вошла с огромной красной папкой, из которой стала зачитывать ему пропобочные действия. Ты уже сколько их принимаешь? Месяца три-четыре. Ты еще радоваться должен, если тебя на свалку примут как особо опасные отходы, ахнула она. На твоем месте я бы сразу легла в отделение интенсивной терапии. Сейчас же дай сюда эту отраву. При этом она так распахнула ему свои глазища, как будто это были отверстия контейнера для сбора старых лекарств. Бреннер без возражения протянул ей таблетки, потому что дома у него была припасена еще одна сотенная пачка. Не сто таблеток, сто упаковок. Не понимаю, отчего это все водители на скорой такие токсикоманы? Покачала головой Николь. Эта трава у тебя точно отчерни. А ты это точно от Штенцля знаешь, повторил Бреннер ее интонацию. Не городи ерунду. Про то, что черни таблетки достает, все знают. Жадный пес. Вот к кому бы я повнимательнее присмотрелся на месте полиции, потому что этот совсем без совести. и кроме того, он единственный, кому выгодна смерть Штенцля. Потому что он получит должность Штенцля и превратится из мелкого торговца в крупного. Ерунда. Про Лео, можно сказать, много плохого, но к торговле таблетками он отношений не имел. Но к черни все-таки имел, да? Черни кому угодно любую сделку в состоянии навязать. А потом она только ему одному выгодной оказывается. У него с каждым вторым работником больницы заключен договор на страхование жизни того, кто дольше проживет. Но умирает-то ясно не Черни, умирают ясно другие. У него и со Штенцлем был такой договор. Я же тебе говорю. Ну как же он себе это может позволить? Страховки ведь стоит сколько? Что значит позволить? Он ведь добывает договоры для страховой компании. Одни комиссионные покрывают уже половину его собственного взноса. У него якобы больше сотни договоров заключено, каждый по меньшей мере на миллион а по статистике из ста человек за год один умирает. Я в статистике ничего не смыслю. А иначе бы все люди больше ста лет жили. Да, если так посмотреть. Только нужно, конечно, учитывать возрастную пирамиду. Это очень дотошный расчет, какое будет соотношение между страховыми выплатами и смертностью. Страховые общества ведь тоже не дураки. Страховые общества нет, а люди дураки. Этот черни уже все давно со страховой компанией тайно обговорил. И ты думаешь, ему выгорает? А если в какой-то год вдруг не выгорит и никто не умирает, то приходится и помочь слегка, сказала Николь. Она вдруг рассмеялась. Надеюсь, ты мою болтовню не будешь всерьез принимать. Однако ты довольно весело выглядишь и не подумаешь, что у тебя пару недель назад любовника застрелили. Это кто говорит? Это я говорю. Или ты здесь кого-то еще видишь? Кто про любовника говорит? Все. На всякий случай Бреннер отступил на шаг назад. Но Николь и не пыталась вцепиться ему в лицо. Она лишь спросила с ледяной марсианской мины на лице. Что все говорят? Что ты воевала с Ирми? А так оно и было. Только это вовсе не значит, что меня интересовал Штенцель. Мне хотелось, чтобы Ирми убралась отсюда, потому что она все время что-то вынюхивала. С ней что-то было не так. А с тобой ничего не было? Со Штенцелем? Нет уж, спасибо. Ну как тут? По таким глазам поймешь, правду человек говорит или нет. А Бреннер тогда взял и просто сказал. Если ты его не убивала, значит, это был Черни. Очень остроумно. Мне Черни и в самом деле неприятен с его денежными делами, но вся эта затея со страховками просто игра в рулетку. Он ставит свои деньги на разных людей и надеется, что хотя бы один из них помрет вовремя. Надеюсь, не русская рулетка. Тут разницы почти никакой, разве что все вы водители свои деньги в покер проигрываете. Ваша фирма играет в баре в подвале. Николь опять изображала суровую медсестру, а спасатели союза Голден Харт везде одно и то же. Я вообще не удивилась тому, что с Ланцем и Бимбо стряслось. И откуда ты только еще про это знаешь? А ты как думаешь, зачем у меня здесь сегодня опять уголовная полиция была? Может, ты им нравишься? Ты сказал может или мне показалось? А тебя это совсем даже не удивило? Что я уголовной полиции нравлюсь? Что Ланц убил Бимбо? Нисколько. При таких карточных долгах, какие Ланц у Бимбо наделал. Чего ты только не знаешь. Николь глядела на него таким долгим осуждающим взглядом, что пару секунд ей пришлось держать голову в полной неподвижности. И тогда Бреннер заметил у нее совсем слабые усики, как у Ханзи Мунца. И хочешь верь, хочешь нет, это делало ее только красивее. Про ваши карточные долги всякий знает. только спасатели из Союза нисколько не лучше. Ты не поверишь, на какие они суммы своим Голден Хэрд играют? Ты ходишь в Голден Хэрд? Раньше ходила. Почему только раньше? До того, как Штенцель стал моим шефом. Заведение ведь ему принадлежало, по крайней мере, половина. А кому принадлежит другая половина? Откуда я знаю? Брат у его, я думаю. Но когда потом, через полгода Штенцель стал моим шефом, мне странно было бы туда еще и по вечерам ходить, да к тому же он со своим братом поссорился. Ты про это и полиции тоже рассказала? Ты что думаешь, я пойду с такой вот пиджачной парой в Голленхерт? Бреннер задумался, не было ли это приглашением, но ради осторожности он покамест быстренько сказал про другое. Пиджачная пара это хорошо. А все равно сразу видно, кто из них шеф. конечно, по запаху пота. Всегда эти женщины со своим нюхом, удивился было Бреннер, но подробнее расспрашивать не стал. Ему еще нужно было вернуться к вопросу о приглашении. Теперь ты, значит, опять можешь ходить в Голленхерт? Теперь вообще-то опять могу сходить. Сегодня в десять? однако ты будешь первым из вашей фирмы, кто отважится туда войти, в стан врага. С тобой мне не страшно. Ерунда. Значит, в десять? Но только если ты сдашь еще и те таблетки, которые у тебя дома лежат. Бреннер, конечно, почувствовал себя полным идиотом, потому как Николь видела его насквозь своими рентгеновскими глазами. — Да, жалок тот, в ком совесть нечиста, — отвечала знавшая своих людей Николь с улыбкой. И эта улыбка занимала его до десяти вечера больше, чем вопрос о том, кто же мог убить Бимбо и Штенцлю. На другой день он все еще не мог понять, отчего у него так раскалывается голова, из-за того ли, что он бросил принимать таблетки, или просто из-за того, что он до четырех утра просидел с Николь в Голденхайрд, или потому, что его так озадачило, что официанткой в Голденхайрд была именно Ангелика Ланс. Глава восьмая Голова его раскалывалась так, словно у него за ночь выросла вторая, похожая на грохочущий прицеп. Когда он увидел в зеркале свой заплывший кровавый глаз, то все потихоньку вспомнил. Практически обрывки воспоминаний возвращались, пока он постепенно ощупывал обрывки кожи у себя на щеке. Лицо Бреннера всегда было таким довольно красным, все в оспинах, и всегда у него пыли на щеках эти глубокие, никак не меньше сантиметра глубиной вертикальной складки, будто он спрятал туда бритвенные лезвия. Но сегодня вся левая половина лица облезла, как у плохо покрашенного манекена в витрине, и левое ухо полностью оглохло. Конечно, можно сказать, если ты получил пощечину в 4 утра, это вовсе не значит, что у тебя начнется мигрень. Но такая склонная к мигреням башка вещь непредсказуемая. Приступы частенько случаются и без малейшего повода. А другой раз тебе дадут пинка, и ты чувствуешь себя великолепно, как старый телевизор, которому просто необходимо время от времени давать пинка. Но голова у Бреннера болела слишком сильно, чтобы он еще мог раздумывать над всеми этими тонкими взаимосвязями. Он стоял перед зеркалом и рассуждал. Невероятно, чтобы Николь могла раздавать такие железобетонные затрещины. Но когда он стал умываться и увидел, как в раковину стекает кровь, то вспомнил кое-что поточнее. А когда вытирался, то уже знал, что вовсе не Николь влепила ему такую здоровенную затрещину. Одеваясь, он совершенно точно вспомнил, что они с Николь в четыре утра вышли из Голденхайрд. И что далеко они не ушли. Нет, не то, чтобы они были такие уж пьяные. Просто из грузовика вышли два мужика и сказали Николь, чтобы она убиралась. И теперь он вдруг вспомнил, как один из них спросил, Брэннер Леон. А он даже не успел кивнуть, потому что в это время другой уже залепил ему так, что он кивнул не головой, а всем телом. Вид разодранной в клочья униформы напомнил ему о том, как Эчи двое протирали им плиты тротуара перед Голденхайрд. Наверное, мне и в самом деле не надо было ходить в этой форме в заведение Союза Спасения, размышлял Брэннер. И тут же получил за это наказание от своей головы, потому как при головной боли думать — это вещь противопоказанная. Но не думать еще хуже, потому как тогда у тебя в черепе только головная боль без всяких примесей. Тогда Брэннер подумал «Я бы мог взять больничный». Но тут же следующая мысль «Вряд ли коллегам понравится, что ты берешь больничный в последнюю секунду, так что кто-нибудь возьмет да и скажет «Вот тебя кубок почета за честность, потому что мы тебе так благодарны, что ты в последнюю секунду взял больничный». «Это ведь не в конторе какой-нибудь, где тебя работа может денек и подождать? Жертвы несчастных случаев, инфаркты миокарда? Все непременно хотят, чтобы их доставили в тот же день, и даже самоубийцы дергаться начинают, если ты их тут же не снимешь с веревки». «Ты не обижайся, просто спасатели так между собой разговаривают, ничего дурного при этом в виду не имея, скорее нечто вроде защитного механизма». «Так вот, значит, у Бреннера было две возможности. Либо мне взять больничный, либо не брать. А если у тебя при головной боли есть еще и выбор, то это хуже всего». Поэтому Бреннер просто отключил голову, чтобы, по крайней мере, обе возможности угомонились. Хотя водить машину он сегодня никак не мог. Потому как он почти ослеп от головной боли. Если ты сам не специалист по мигрени, то этого знать не можешь. Бывают люди, которые думают, что у них мигрень, если у них слегка в висках покалывает. Должно быть, это те же самые, кто путает стрижку ногтей с ампутацией. В дежурке Бреннер сразу же увидел, что вывесили новое расписание смен. Ну, тут сразу, конечно, появилась надежда, а вдруг сегодня он свободен. однако все было как раз наоборот. Сегодня у него был наряд, и завтра у него был наряд, и в новом расписании на этот месяц он увидел, что толстяк Бутингер поставил его на три с половиной недели подряд. Три с половиной недели без единого свободного дня, каждый день по двенадцать часов. И как только он это увидел и заметил со всех сторон иронические ухмылки своих коллег, то тут же вспомнил все, все абсолютно. Тут можно было бы создать разные теории относительно мигрени, ну, психология вроде, про то, что башка у Бренера могла выдать такую мигрень только для того, чтобы ему не пришлось вспоминать. Но на фоне штрафного расписания и издевательских ухмылок со всех сторон никакая мигрень уже не помогала. Ему пришлось все-таки вспомнить, как вчера он в подпитии схлопотал такую железобетонную затрещину, что так и не поднялся с мостовой. И как кто-то должно быть вызвал скорую. Иначе чего бы это пару минут спустя во двор спасателей креста впервые со времен битвы при Сольферино въехала машина скорой помощи Союза спасения. И в четыре часа утра во двор тотчас же испуганно высыпали все вольно наемные. Потому как торжествующие парни из Союза спасения как раз выгружали бесчувственного спасателя креста в разодранный в клочья униформе. Теперь Бреннер все вспомнил. И впервые в жизни он был рад своей мигрени, потому как она все-таки набрасывает на реальность хоть какой-то флер. В таком состоянии тебе на все остальное более или менее наплевать. Правда, тебе не наплевать, когда кто-нибудь рядом с тобой начинает свистеть, или если кто разговаривает рядом с тобой таким неприятным голосом, или дышит рядом с тобой, или так нещадно гремит ресницами, что у тебя просто барабанные перепонки разрываются. А на все остальное тебе плевать хотелось, даже если ты опозорился смертельно, даже если тебя в наказание определили в наряд на три с половиной недели без продыху. Спустя две минуты Бреннер уже бежал бегом к машине. Инфаркт миокарда, выезд сиреной и мигалкой, едва отъехав на безопасное расстояние диспетчерской, чтобы его не было слышно, Бреннер выключил сирену. Но обе его головы так обрадовались этим звуком «вау, вау, вау», что продолжали петь их дальше. Ему очень повезло. Сегодня его напарником был тихий восьмитысячник, потому как, если бы ему пришлось выслушивать болтовню какого-нибудь черни или, например, ханзи мунца, то ему бы точно не выжить в этот день. А пациент, ради которого им пришлось мчаться в девятый район, и вовсе ничего не говорил. У него был славный антикварный магазинчик «Напор Целангаси». Но сегодня у него самого обнаружились признаки старения, потому как среди бела дня он рухнул прямо посреди своего антикварного магазина. Белый, как мел, лежал он на сером линолеуме и неотрывно смотрел на Бреннера взглядом, полным смертного страха. А Бреннеру подвалило невероятное везение. От страха молоденькая продавщица тоже не могла выговорить ни слова. И тем не менее она все-таки успела уже повесить на дверь объявление «Временно закрыто по болезни». Вот видишь, стоит только немножечко недосмотреть, и служащий уже транжирит бумагу. Ведь если бы она подождала еще десять минут, так могла бы сразу же написать «Закрыто в связи со смертью». Правда, Бреннер и тихий восьмитысячник попробовали было оживить его, но никаких шансов. Нет, ты не подумай, это не по вине Бреннера. Правда, массаж сердца чертовски тяжелая работа, даже если ты в отличной форме. Уже через несколько минут с тебя пот прямо ручьями течет. Но как раз сегодня это пошло Бреннеру даже на пользу. Потому как приходится стоять перед умирающим на коленях и, вытянув руки, делать ритмические движения. Для Бреннера это сегодня было чем-то вроде обратного массажа. Грудная клетка умирающего так здорово ритмично отталкивала руки Бреннера, что это передавалось на его окаменевшие затылочные мышцы. Нет, не то, что ты подумал, голова у него от этого болеть не перестала, но все-таки какое-то облегчение. Может немножко, похоже на упражнение Николь. А то, что мужчина потом умер, очень подходило к такому дню, потому как даже если ты работаешь спасателем на скорой, то все равно умирают у тебя не так уж часто. Обычно все-таки бывает больше ездок, когда ничего трагического не случается. Сломанная нога ведешь в травматологию, ребенка со скарлатиной в инфекцию, болезнь Паркинсона на физиотерапию, рак на облучение. Не хочется называть слишком много болезни. А то, не знаю, может, это тебе тоже знакомо, только зайдет речь о какой-нибудь болезни, а у меня уже во всех органах свербит. Но Бреннеру немало пришлось понасмотреться за те три с половиной недели, которые ему толстяк Бутингер назначил ездить без единого выходного. На второй день он ехал с начальником ремонтной мастерской. Тому пришлось временно заступить место Ланса, хотя у него самого было полно дел в мастерской. «Если мною затыкать дыру у водителей, нам не хватит машин», ворчал он, «У нас просто-напросто слишком мало людей». Потому как 590-е с поврежденным выхлопом, в котором пару недель назад едва не задохнулся пациент, все еще не был отремонтирован. На другой день, когда глаз Бреннера из синего постепенно стал превращаться в зеленый, напарникам ему дали Ханзи Мунси, и когда их вызвали на самоубийство, Ханзи Мунс обрезал веревку, чтобы снять повесившегося, и сказал Бреннеру прямо при родственниках, аллергия на пеньковую веревку. Вообще казалось, что Ханзи Мунс с каждым днем все больше походил на бимбо, как будто дух бимбо переселился в него, вроде донорская душа. На следующий день Бреннер опять ездил с восьмитысячником, затем два дня с Черни, потом опять с Ханзи, а в тот день, когда он заметил, что его позеленевший глаз постепенно начал желтеть, он ездил в паре с Нехвателом, который слушал только тирольские песенки целертальских бабников. Потом еще два дня с одним восьмитысячником, а потом и дни, и его коллеги, и синяк под глазом медленно начали становиться неразличимыми. И вот ведь какой интересный получается эффект у большинства людей. Тут Бреннер вовсе не был исключением. Больше всего обычно страшит, что жизнь твоя будет состоять только из работы, что будешь крутиться как белка в колесе. Но когда ты получаешь на самом деле такой вот наряд на работу, и у тебя нет никаких шансов выбраться из колеса, в мозгу должно быть происходит какой-то щелчок. Наверное, это как у бегунов-марафонцев, которые выделяют какие-то там вещества, так что им вдруг становится легко бежать. Бреннер испытывал что-то вроде наслаждения от того, что из-за сплошной работы ему некогда было думать. Ведь и марафонцы, или лучше сказать менеджеры, испытывают наслаждение от того, что им некогда думать, потому что они должны четко выделять себе эти вещества. Бреннер все ездил, ездил и ездил каждый день от 200 до 300 километров по городу с таким движением. И если одна естка в среднем 7 или 8 километров, тогда это погоди. Сейчас. Или скажем, для простоты одна естка 10 километров. Тогда это от 20 до 30 ездок за день. От 20 до 30 раз за день уложить больного на носилки, поговорить с ним по-доброму, немножко отвлечь его от его недугов. Потому как при 20 30 выездах в день, в лучшем случае, каждая десятая естка относится к срочным вызовам. В лучшем случае, ты два, ну, три раза имеешь право сказать, если я сейчас нарушу правила и проскочу перекресток на красный, то тогда пострадавшая может выжить. И тогда у троих детей по-прежнему будет отец. Они смогут пойти в школу и поступить в институт, и парень станет учителем физкультуры, а девочка будет налоговым инспектором, а младшая очень умненькой, аттестат с отличием высшее образование в рекордные сроки и потом должность главврача в Мехико. Но только если я поднажму на красный, только если я едва не зацеплю вон того пешехода. Но если я буду дожидаться, пока на светофоре окончательно погаснет последний отцвет красного, тогда он у меня, скорее всего, истечет кровью, и тогда уж точно у семьи начнутся материальные проблемы, и тогда какая уж тут учеба в институте, и никакого, конечно, места главного врача в Мехико, а места старшей официантки на Мехико плац. Но такие решения, как правило, исключения. Обычно бывает чуть-чуть позаботиться, чуть-чуть поговорить по-доброму, а чаще всего даже этого делать не приходится. Чаще всего нужно просто выслушивать старых людей, по крайней мере, делать вид, что слушаешь, потому как они вовсе не хотят, чтобы их утешали. Они просто хотят в стотысячный раз затянуть под шарманку всю ту же старую песню. И если так посмотреть, то водитель на скорой даже интересная профессия, потому как ты кое-что можешь узнать про человека. Ты в стотысячный раз выслушиваешь шарманку старых людей, и они рассказывают тебе в сотый раз малейшие подробности их глубоко личных болячек. Как будто жизнь существует только для того, чтобы выдумывать для каждого его собственную болячку, потому как они не ведают того, что ты, как водитель скорой, узнаешь уже через пару недель. У всех ровным счетом одна и та же волынка. Но волынка пациентов еще куда не шло по сравнению с волынкой твоих собственных коллег. Потому что волынка коллег всегда невносима. Ну, скажем, к примеру, суда на строительство дома, или репетитор для придурковатого ребенка, или семейные дела. Браннер часто никак не мог взять в толк. Тебе выкладывают до мельчайших подробности все как есть интимные подробности. Но с каждым днем это мешало ему все меньше. День этак на одиннадцатый и двенадцатый он практически перестал все это замечать. Марафонские выделения полностью нейтрализовали волынку коллег по работе. Но обилие выделения дело небезопасное. Потому как Бреннер впал в детство и стал подражать голосам, которые целый день слушал по переговорнику. Особенно квакающий голос Ханзи Мунца с каждым днем получался у него все лучше и лучше. И бывали моменты, когда он уже брюзжал на пациентов недовольным тоном, точно как Ханзи Мунц. Но опаснее всего было то, что в начале третьей недели он едва не пропустил мимо ушей, кто же так отделал его возле Голден Хэрт. На прошлой неделе я в отпуске был, сказал ему малыш Берти. Боже ты мой, главное выделять свои вещества. Вечно эти люди со своим отпуском. И в самом деле тут уж Бреннера упрекать не приходится. Ты ведь знаешь, эта идея про детективное агентство у меня из головы не выходит. Боже мой, вечно этот малыш Берти со своим детективным агентством. Но с другой стороны, он и в самом деле чуть ли не самый приятный из всех. С помощью этих марафонских веществ Бреннеру удавалось не вслушиваться и все же вроде бы беседовать с малышом Берти. Ты что, на пляже свое агентство детективное планировал устроить? Нет, нет, я и не уезжал никуда. Вот и правильно. Какой смысл в этих разъездах? Вот именно. Сегодня уже даже мусор и тот с места на место перевозит. Вот именно. Я всегда говорил, сегодня один мусор только и ездит, рассмеялся Берти. Один только мусор, это хорошо сказано. Да к тому же при нашей профессии и без того каждый день по 300 километров ездишь. Вот именно Берти подумал про себя Бреннер и очутился мысленно где-то совсем в другом месте, вроде мысленное путешествие. И тут надо вот что сказать. Путешествия сейчас нередко критикуют, говорят, мол, массовый туризм и все такое, и люди ездят по всему свету и становятся все равно все более ограниченными. Но и мысленное путешествие стоило бы разок рассмотреть с критической точки зрения, потому как пока ты совершаешь такое мысленное путешествие, дома тебе в это время кто-нибудь может рассказывать, как три недели тому назад ты дошел до того, что схлопотал железобетонную затрещину. Но вот ведь интересная параллель получается. Так же, как при настоящем путешествии разные страны и люди начинают все больше походить друг на друга, есть такие мысленные ходы, благодаря которым даже во время мысленного путешествия в самые отдаленные уголки встречаешь только своих земляков и старых знакомых. Правду говорят, что мир большая деревня, но и мир мыслей тоже большая деревня. И пока Берти рассказывал ему, я здесь уже почти три года, сначала восьмитысячником, а теперь на постоянной ставке. Но ты ведь знаешь, мне бы хотелось иметь детективное агентство. Мысли Бреннера опять вернулись к фрау Роприхтер, больной диабетом, за которую они как раз ехали, чтобы забрать ее в ЦКБ. Пожилая женщина была так сильно больна сахарным диабетом, что щеки у нее стали прозрачными, как та тонкая бумага, на которой еще Библии печатают. И возраст естественно тоже библейский, и гнев библейский, потому как она была просто образцовая, злобная, перечница, просто как из книжки. Каждый день ее доставляли в больницу и забирали оттуда. Вдова банкира, у этой такая страховка, что лучше не спрашивай. И к тому же она уже пожертвовала две новейшие машины скорой помощи. И если бы она вдруг потребовала, чтобы ее виллу в деблинге прицепили к машине скорой и таскали за ней день за днем, то им пришлось бы и это сделать. Потом Бреннер забрал ее из отделения внутренних болезней, пока Берти ждал в машине. Но вот что интересно. На самом деле она была на пару лет старше, чем казалось во время мысленного путешествия. А кожа на щеках еще немножко тоньше, а гнев еще более библейский. Вы меня здесь еще и ночевать заставьте, накинулась она на Бреннера, стуча своей палкой по каменному полу. Хотя Бреннер ради Ропрехтерши, как обычно, пришел на пять минут раньше. Ему все это было нипочем, потому как марафонские вещества. И когда она завела свою вечную волынку про плохой обслуживающий персонал, Бреннер просто опять удалился в мысленное путешествие к Берти и начал слушать теперь, что рассказывал ему Берти пару минут назад, ну, фактически мысленный видеоплеер. В начале акции восемь тысяч рабочих мест. У нас были общие курсы подготовки. Нас тогда было двадцать восемь человек. Несколько человек тогда попали в пожарную команду, кое-кто в дом престарелых, кое-кто в земельное правительство. По сути, это как альтернативная служба в армии, только добровольно и платит немножко получше. Парень один, с которым я ладил, оказался в Союзе спасения. Я ему тут на прошлой неделе позвонил, может, он заинтересуется насчет того, чтобы со мной агентство детективное открыть. Ужасная пулеметная очередь заставила Бреннера отвлечься от своих мыслей. Это была клюка фрау Роприхтер. Она нервно колотила ею по каменному полу, прямо как швейная машинка. Потому как она точно заметила, что Бреннер не слушает. Она все еще жаловалась ему на безалаберность медицинского персонала. И госпожу Роприхтер вовсе не заботила, что про мертвых нельзя говорить плохо. Потому как она прошлась даже насчет Ирми, которая многие годы была ее домашней медсестрой. Можно было подумать, она сердита на Эмире за то, что та позволила застрелить себя. Фактически наглость какая. В свои девяносто лет фрау Роприхтер приходится привыкать к новой сиделке. Слишком любопытная персона шипела фрау Роприхтер. Везде свой нос сует. Да, фрау Роприхтер. Такая любопытная личность. Да, фрау Роприхтер. Ты уже по односложным ответам можешь догадаться, что Бреннер снова слегка отвлекся на свое мысленное путешествие. Берти с его детективным агентством сейчас был все-таки лучшей госпожи Роприхтер. Мой друг из Союза спасения сказал, что детективное агентство его не интересует, но помочь он мне поможет с удовольствием. Теперь взял я отпуск на прошлой неделе. Фактически как бы тест на мою пригодность как детектива. Смогу ли я за неделю выяснить, кто тебя отделал перед Голдена Хайертом? Можно подумать, что фрау Роприхтер с ее вечными историями не настолько интересно, чтобы Бреннер все время отвлекался на нее от рассказа Малыша о Берти. Но вот ведь какое дело с этими путешествиями. Чем дальше что-то находится, тем интереснее кажется, даже если вблизи оно становится совершенно неинтересным. Хотя я должен сказать, что такая мания преследования вовсе неинтересна, только ужасно на нервы действует, но это уже другое. И ты вот про что не забывай. Если человек так сильно болен сахарным диабетом, значит он автоматически уже наполовину слепой. Это корковая слепота из-за сахара. Ты меня не спрашивай, почему я не главный врач? Она думала, я не вижу, что она все время в моих бумагах копается. Госпожа Роприхтер продолжала ругать свою бывшую домашнюю медсестру, хотя та давно была в могиле. Разве не она должна была все для вас писать? Бреннер прикинулся заинтересованным, потому как у госпожи Роприхтер всегда щедрые чаевые. Естественно, прикрикнула Роприхтерша на Бреннера, потому как после лечения Роприхтерша становилась несколько нетерпеливее, чем прежде, фактически оборотная сторона медали с чаевыми. Но Бреннер обижался недолго, потому как он мысленно был все еще занят Берти. Мой друг послушал кое-какие разговоры в Союзе спасения. Там ни для кого не секрет, что тебя отделали два водителя грузовика от фирмы Вацек Беттон. Вацек Беттон? Это ведь название спонсорской фирмы на каждой второй машине Союза спасения. Очень жаль. Этот ответ Бреннер вспомнил только сейчас, когда наконец дошел до машины с фрау Роприхтер, которая могла передвигать ноги не больше, чем по сантиметру. Вот и поймешь, почему я считаю, по возможности следует отвечать сразу же. Потому как теперь Бреннер распахнул дверь машины и сказал «Тебе обязательно следует открыть детективное агентство». И только потом он нагнулся, посмотрел в машину и увидел, что Берти тем временем испарился. «Тебе хорь!'» jac